Приветствую вас, здравствуйте! Одесса, 11 апреля. Начало недели, сегодня понедельник. Ночью была одна воздушная тревога, примерно с 3 часов ночи до 4 утра. Но я, если честно, ее проспала, потому что каждую ночь вот такой прерывистый сон. Уже отключился, не слышал. Хотя раньше у меня были такие моменты, когда я за минут 10-15 сама просыпалась до сигнала воздушной тревоги или до звуков канонады. И в течение дня сигнала воздушной тревоги не было у нас. Сегодня у нас очень ветрено, похолодало, облачно, тучек нагнало на небо. Мы зашли в такую пекарню, кофейню. Здесь можно купить выпечку, выпить чай или кофе. Город функционирует, как обычно. Все, что мы рассказывали, работают нотариусы. Сегодня в официальной группе даже опубликовали список нотариусов, которые работают. Но предварительно написали, нужно все-таки созваниваться. Проезжали строительные объекты, сегодня новострой. И там тоже, смотрю, строители трудятся. Горзелентрест работает. Сегодня высадили около 30 саженцев молодых деревьев. В транспорте уже намного больше людей ездит. Если раньше курсировал полупустой, то сейчас все сидячие места заняты, даже люди стоят. Но эмоциональное состояние, настроение, оно как на качелях, то вверх, то вниз. Пока ты занимаешься каким-то делом, в него углублен, то ты спокоен и кажется, что все нормально. Но если начинаешь с кем-то общаться или читать новости, то на тебя обрушивается такой поток информации, что ты с трудом его перевариваешь. Хотя многие чаще пишут, никто такого не говорит. Не паникуйте. В общем, понятие такой вот, как в самой панике, ее, конечно, нет сейчас. Не будем загадывать наперед. Хотя очень надеемся, чтобы она не наступила. Но в разговорах все равно люди рассказывают и про свою работу, и про своих детей. И сейчас такой вопрос уже. Ну как ты? Ну как вы? Он обрел уже такой совершенно какой-то другой оттенок и более глубже стал. И ты на него можешь ответить именно то, что тебя волнует. Или как твое эмоциональное состояние, или как финансовое состояние твоей семьи. Некоторые отвечают, да как у всех, или нормально, или вот не очень переживаю, или нет работы. И у нас сейчас такой период, что как будто у всех все по-разному, но в то же время у многих все очень похоже, как одна нить. Как правильно вы написали в комментариях, весь этот сюр, который вокруг нас. То есть что это означает? Что-то странное, болезненное, необычное, абсурдное. И при всем при этом, это часть нашей жизни сегодняшней, мы проходим свой путь. И возможно, как это не высокопарно звучит, но начинаем ценить каждый миг, каждый день своей жизни. Мы не знаем, что ждет нас в будущем. У нас есть наше прошлое, у нас есть наше настоящее. Когда была пандемия, то мы думали, вот сейчас пройдет, и мы заживем, и мы что-то сделаем, то, что мы откладывали. Но сейчас мы проходим другой этап, другие испытания. И это возвращает нас к тому, что нужно ценить свою жизнь, относиться с уважением к мнению окружающих людей, быть толерантным и доброжелательным, в то время, когда выражаешь свою позицию или делишься своим мнением. Всего вам самого наилучшего, всех благ, мирного неба над головой. До новых встреч! Продолжение следует...